Я не могу сказать, что я рад, но символично, что это слушание проходит в день инаугурации российского президента, чью легитимность не признает Европейский парламент и целый ряд национальных государств. Мы считаем, что эти выборы не были не только честными, они вообще не были выборами. Известно, что для того, чтобы еще раз избраться на свой пост, Путин незаконным образом изменил российскую конституцию. И это изменение было сделано не только незаконно, но и юридически неграмотно. В результате первая основная часть российской конституции противоречит сегодня всем остальным. То есть у России де-факто нет юридически работающей конституции. Перед этими выборами Путин не только снял с возможности участия в них любого маломальски независимого конкурента. Он убил своего политического оппонента Алексея Навального. Любопытно, что когда один из потенциальных конкурентов, Борис Надеждин, объявил сбор подписей, то чтобы собрать 200 тысяч подписей, очереди были видны по всей стране. Путин заявил, что он собрал в свою поддержку 3 миллиона подписей. Никто не видел ни единой очереди. То есть россияне в целом убеждены, что выборов не было. В этой ситуации достаточно печально, если представители некоторых европейских стран в том или ином виде приняли участие в инаугурации. Я перед началом этих слушаний еще не смог найти окончательное подтверждение этому факту, но мы узнаем в течение сегодняшнего дня. Хочу обратить внимание, что эти незаконные выборы формально проходили и на оккупированных территориях Украины. Что, естественно, не признается Европейским Союзом. Я хочу еще раз повторить то, что я часто говорю представителям западных правительств и то, что, к сожалению, до сих пор не является очевидным фактом для них. Путин не является их коллегой. Путин не является руководителем государства в смысле руководителя государства XXI века. Он и по внутреннему ощущению, и по стилю поведения, и по методам работы является главой мафиозной группировки. Просто в большинстве стран, в том числе в Италии, мафиозной группировкам не дали захватить государство. А в России нам не повезло. И у нас мафиозная группировка захватила государство. То есть, есть государство и есть мафиозная группировка, которая его контролирует. Это важно понимать с нескольких точек зрения. Первое – это то, как вести переговоры. переговоры надо вести так, как их ведут с мафиозной группировкой, которая захватила заложников. Второе – это то, что касается денег. А вот те 300 миллиардов российских денег, которые на сегодняшний день заморожены на Западе, не надо воспринимать их как деньги россиян, российских пенсионеров и так далее. Эти деньги им никогда не достанутся. Пока Путину власть. Это деньги мафиозной группировки. И они будут служить мафиозным целям. Другое дело, что, конечно, вопрос о их конфискации или использовании, должен быть решен в рамках судебной процедуры. Но надо понимать, что это средство мафии, а не средство государства. я считаю, что Италия, как страна, имеющая большой опыт, в том числе и законодательной борьбы с мафией, могла бы сыграть очень важную роль в выстраивании того законодательства, которое сейчас нужно Европе и вообще странам Запада для взаимоотношений с путинским режимом. Хотел бы остановиться еще на одном вопросе. Положение россиян. Очень многие россияне не хотят служить этому режиму. Какой у них есть выбор? Кто-то может уйти в частную жизнь, но пространство частной жизни сокращается с каждым днем. Особенно оно сокращается для людей образованных, занимающихся технологическими инновациями и для людей политически активных. Именно эти люди нужны режиму с одной стороны для воспроизводства вооружений, для контроля над российским обществом. И с другой стороны именно этих людей режим боится в том случае, если они находятся не на его стороне. Именно против этих людей обращены репрессии. мне казалось бы очень важным предложить этим людям альтернативу. Предложить этим людям возможность реализовать себя на Западе, пока ситуация в России такая, как она есть. Во-первых, это то, что называется визами талантов. Мы должны понять, что у визы талантов есть две важные функции. во-первых, она помогает людям реализовать себя в условиях тогда, когда им не стыдно за результаты своей работы. Во-вторых, она наносит существенный удар по режиму. потому что каждый талантливый человек, уезжающий из России, снижает для режима возможность воспроизводить оружие, воспроизводить пропаганду и тому подобное. Я знаю, многие страны имеют такие программы, но, к сожалению, нигде эти программы не являются проактивными по отношению к России. То есть, никто не занимается активно приглашением этих людей. А это стоило бы делать. Их не так много в каждой стране. И потеряв их, Путин потеряет существенную часть своего потенциала. Второй аспект, на котором я хотел бы остановиться применительно к россиянам. Некоторые россияне, выступающие против режима, смогли уехать из России. В России против них либо уже возбуждены, либо будут возбуждены криминальные дела. Иногда это криминальные дела по обычным статьям Уголовного кодекса. Иногда это криминальные дела по статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и фейками. Мы должны понимать, что применительно к российской ситуации террористом был назван известный российский писатель Григорий Чахартишвили, который не имел вообще никакого отношения не только ни к каким насильственным действиям, но и ни к какому оправданию терроризма. Он абсолютно достойный человек. Тем не менее, его записали в террористы. Это то, с чем столкнется ваша правовая система применительно к россиянам. Эти россияне очень часто имеют заканчивающиеся паспорта российские. И им Россия отказывается выдавать новые паспорта. В некоторых странах, я имею ввиду в Германии, во Франции, в Литве. Этот вопрос решен с помощью предоставления национального документа, подтверждающего гражданство человека в Российской Федерации. в Литве этот документ называют серым паспортом. Я не знаю, как этот вопрос решен в Италии, но эта проблема, которая будет становиться с каждым месяцем более существенной для людей, потому что паспорта заканчиваются. Я готов ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok